Решил поставить еще пейзажи. Помимо образов, то пейзажи тоже неотъемлемая часть славянства и людей. Конкретно в данный момент дымские пейзажи, сказочные места. В каждой работе хотелось открыть определенную тему. Думал, что напишу какую-то, да, скажем, из металлогических тем и закрою для себя. Оказывается, нет. Когда пишешь, потом смотришь, а оказывается, можно еще продолжать на эту же тему. Этот же персонаж можно, но уже по-другому. И в пластическом языке по-другому, и образ тоже по-другому. Это как Бог, он бывает многолик, он бывает в гневе, бывает, наоборот, в позитиве, бывает, когда он созидает, ну и так далее. Когда он разрушает разные образы. Ее молитва, почему? Да, шутит, скажем, и какие-то задачи ставит для человечества. Тренирует? Да, чтобы скучно не было. Идет два в одном. Идет развитие человека, и идет развитие Вселенной. Вселенная расширяется и так далее. Я не могу говорить. Здесь в данный момент представлены те же работы, что были год назад или два года. Мы делали флистов. Это не имеет значение. Дело не в этом. Нет, я о другом. О том, что не все видели. Да, не все видели. И вот сколько мы говорили об этом с посетителями галереи, да, то всем было интересно. И многие, кто приходил, не видели ни работ, ни, скажем, ни меня. Ни тебя? Да, это жадно. И на самом деле я хочу чуть-чуть отойти уже, ну как, оставить эту тему славянскую, как есть, но другой пластический язык, перевести ее на более современный подтекст. Вот, скажем, девочка, молодильные яблоки, это тоже из нашей мифологии, молодильные яблочки, но они более современные. Там нету, скажем, иконописи, да, нету какого-то лука. Вот, есть уже современная трактовка этой темы. Вот это меня интересует на сегодняшний день. Называется, который из нас так не бежал. Да, 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 беззаботное детство. Перевести это на современный язык, на современное понимание, чтобы было более понятно. Мы иногда и проходим, видим подобные вещи, но не замечаем. А художник как бы останавливает нас и дает возможность посмотреть, проанализировать. Что-то даже в полу может идти совершенно то, что ты забыл когда-то. Вот, вот это меня интересует. И этим я, наверное, думаю, займусь. Тоже славянская тема, но без банальных вышивок и без вот этих вот палок, луков, стрел, щитов и так далее. Вот, более современным языком, потому что мир развивается. Это на минуточку я все время представляю картину, когда военные события, да, и мы сейчас пойдем воевать с кольями, с щитами, с луками, и много мы навоюем. Вообще-то страшные вещи говоришь. Да, ну, ты знаешь, да. Поэтому, естественно, все должно развиваться, идти вперед, так и здесь. В искусстве то же самое. А рожье художника это кисть. Совершенно верно. И я через свои картины тоже поднимаю вибрации, ставлю это на щит. И тем самым тоже я воюю с публикой. А кто-то что-то хочет задать Арбету какой-то вопрос. Вот у меня есть один вопрос, который мне задал ребенок. Я здесь не для тебя, я потом ее лазучку. Я думаю, ты не воюешь. Нет, я не воюю. Выбираешь мир. Да, я выбираю мир. Я иду к миру. Не защищаю, а я выбираю мир. Да, я и я мир. Да, мы выбираем мир. Мы идем именно туда. Да. Самым широпастым слабое стол. Так какой вопрос? Вопросы есть какие-нибудь? Нет? А что означают венки такие пышные на головах у девушки? Ну, венки это символ славянства. Очень часто вязали венки, одевали на голову, как бы праздник в праздничные дни. У венка намного больше значения. Это венец. Это приближает к богу, потому что вот этот же венец есть. И плюс ко всему это цветы. И на женщине это очень красиво. Ну, это уже мужская точка зрения. Всегда вы вот так вот начинаете на что-то переходить. Кстати, детский вопрос тоже женский. Она полураздела. У меня мальчишка пришел и говорит, слушай, а какой у этой птицы размер груди? Значит, я не смогла определить. Я тоже не могу конкретно сказать, но чем больше, тем лучше. Сколько лет ребенку? Двенадцать. Маленький. Он говорит, скажите, а вот сколько у нее там? Я говорю, много. Он видимо понял, что ему нравится, но хватит, хочет понять, с какого размера. Да, 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 да. Тестовая картина. Почему бытие, да. Я, значит, долго мучилась. Вот, кстати, дайте мне сейчас все ответы. Могу ли я на эту выставку звать школьников? Я так просто детей приведу. Безусловно. 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 Обязательно. Это же сусловно. Это же красиво. Я уже говорил. Я считаю, что это решение нашего совета. Это жило. Это жило. В Эрмитаже голые бабы с отрубленными руками, он с такими сиськами. А ты мне на это сказал другое. Говорит, зато пацаны не станут, извините, копы сексуалистами. Как у Брецкого. Зачем мне что-то другое. Хороший мальчик, да хорошие вопросы. Да, хорошие вопросы. Ну что, будем считать, что мы открыли с тобой выпуск. Ну да, пожалуйста. Дамы и господа, сейчас будет вторая часть. Я думаю, что Костю представлять, наверное... Представлять не надо, наверное... Здесь я и зайду тебе удобно. Удобнее что? Вы думаете, что просто ходить и смотреть? Мне все равно, где... Я вот на полу могу сесть или на чайник. Нет, на полу не надо. Но я говорю, что помещение лучше вы расскажите, где... Да, где удобнее сушить. А где больше? Так пойдем в тот зал. Да, конечно. Как я громко называю? В зал. Я так начну немножко кричать, но в этом крике я петь не смогу, поэтому потихоньку буду уменьшать громкость. И, ну, чтобы меня все еще было слышно, мы в прошлый раз, когда с Альбертом познакомились тоже именно в этом помещении, началось наше знакомство и дружба. И тоже меня попросили, он еще не знал, что меня попросили поиграть на его выставке. Мы с детьми давали маленький концерт, там были разноголосие всякие. И я вот так с гитарой пришел, и было звука достаточно, потому что народу было гораздо меньше, и было лето, и акустика была прекрасная. И сейчас нас много, я понимаю, что я ошибся, что я не взял комбик и микрофон. Поэтому буду максимально возможно петь, чтобы это все еще не было искажений в голосе, кто понимает, кто в аккаунт занимался. Максимально громко играть, чтобы это еще не было искажений в струнах. Вот. А если вы захотите более качественное исполнение, значит, вам просто надо постараться чуть-чуть потише себя вести. Всего лишь на все. Потому что аккомпанементы непростые, песни такие с прекрасными стихами. Вот. Я вообще запланировал 12 штук маленькими циклами, но можно через 2-3 песенки делать перерывы, потому что циклы такие в поддержку славянской темы Альберта. Значит, я решил спеть про мужское начало. Это три песни от мужского начала разных авторов. Митяева, Высоцкого и от Жени Маргулиса. Это две песни про отцов и одна про Сахалин, где я про всю нашу историю, в том числе и репрессии и сострадания. Вот. И это такая немножко с болью, но как наша русская душа без боли, да? И вообще мужского начала очень мало в песнях есть, особенно отцовского. И если мы начнем разбираться в православии, а потом и в христианстве, которое наложилось на православие, то Виктор Владимирович Сундаков, который радует за чистоту русского языка, и говорит, учитесь говорить на русском языке, на русской школе русского языка, потому что мы все пишем и в школах изучаем немецкую школу русского языка, не зная изводных значений наших слов. Так вот, он говорит, что как немножко произошли очень базовые поднятия в христианстве, и я вот сначала прислушивался с недоверием лет восемь назад, потом начал это исследовать, прислушиваться к своим молитвенным состояниям и к своей проработке родов, и увидел, что отцами небесными всегда на Руси это был любой отец в семье. Не один нареченный, да, с конкретным именем, а каждый отец, который был отцом уже, да, у которого были дети, являлся отцом небесным, и в этой традиции дети воспитывались. А Богоматерью, как вы думаете, кто был? Не Дева Мария. Каждая мать, родившая тебя, была Богоматерью. Поэтому ты рождался в семье Богов, естественно, был божественным началом, и то, что можно кесарю, нельзя Богу, то, что можно Богу, нельзя кесарю. Поэтому ты не мог себя вести никак, кроме как Бога. А Бог более созидателен, нежели разрушитель, иначе бы жизнь давно прекратилась. Правильно? То есть, но Созидателем начало больше по определению. Поэтому Вселенная расширяется, количество вещества Вселенной растет, поэтому есть эволюция и все остальное прочее. Так вот, как раз об этих вот отцах, которые восстанавливают это исходное значение, будет первый блок. Второй будет просто лирика, в том числе советский, в 20-30-летней давности, нескольких авторов. Третья будет чистая русская тема, которую я забыл чашу тибетскую дома. Мама дорогая, это фиаско. Это вам кружку войдет. Нет. Ну, я могу без чаши, конечно, спеть акапелла, это будет совсем другая песня. Но попробуем. Попробуем. Надо же выкручиваться, наверное, слишком хорошая песня. И в конце две свои песни. Одна из них будет «Завет» от московской поэтессы, на чьей стихи я написал. Это «Как нужно себя вести вообще? Говори только важно, используй поменьше слов». И вторая песня, она стихи другой поэтессы, тоже московской. Это песня «Заговор». Если ее часто петь, повторять или слушать, она только «Заговор», как «Оберег». Там о доме, внутреннем и внешнем, который вообще только в таких традициях и нужно строить. Видно, у нас наши песни так и строили дома. И она будет последней, если мы уйдем с нотами и с настроением этой песни. Я думаю, что очень много светлых дней нам гарантировано. Просто потому, что мы услышали, как можно писать стихи и какая может быть на них музыка. Ну вот таких маленьких четыре блока я начинаю. Про отцов. Мой отец алкоголиком не был. Хоть и выпить считал. Не грешно. Хорошо было с водкой И с хлебом Не всегда было так хорошо. Тридцать лет Про союзных событий Ни прогулов Ни громких побед Восемь граммов Привод Вытрезвитель И награда За выслугу лет Люди будущего На фронтонах дыка Да задумчивость их окутжалы И как цены снижались Волнения тогда За прекрасной Завтра державы Завтра державы Ведь, может, пожил он еще бы Если б он алкоголиком был А с фронтонов дыка Как и прежде глядят Те счастливые юные лица И все так же, как в детстве Лет тридцать назад Радость в гипсовых Белых Грась в глазницах Не сорваться бы Не закружиться Да мозги бы свои Не пробить Да молитвы читать Научиться Чтоб отца И детей Не забыть Жизнь и боль Вот и все, что имею Да от мыслей Неверных Лечусь А вот правду сказать Не умею Но даст Бог Еще научусь А вот правды сказать Не умею Но даст Бог Еще научусь Это была Олег Мечаевна Сейчас песня про отцов И мы опять-таки снижаем Если был бы отец Живой Я б ему позвонил Домой И наверно б спросил Ты, ты все прыгаешь хил Как делишки Где был С кем пил И наверно б спросил Ты все прыгаешь хил Как делишки Где был С кем пил Отец бы Отверью Телом так Как трактуешь отца Сопляк Впрочем, что с тебя взять Заходи там пожрать Ты шпади без копья Опять Впрочем, что с тебя взять Заходи там пожрать Ты шпади без копья Опять И пришел бы я в дом Кольцу Он бы мне разогрел Супцу Из высохших шпрот Сделал бы бутерброд И сказал бы давить Проглот Из высохших шпрот Сделал бы бутерброд И сказал бы давить Проглот Я бы все смолотил Смолот И сказал бы ему я Пошел А супец был хорош Отец Ну что ж Жрать захочешь Еще Придешь А супец Был хорош Отец Ну что ж Жрать захочешь Еще Придешь Я бы вышел в порно Дымку Был бы март Или апрель В саку И мотался б скворец По березе кривой Если был бы отец Живой И мотался б скворец По березе кривой Если был бы отец Живой А ррев По березе кривой Вот мы приехали Крайше земли Как коряда на воде Брошенный Басынок юродик Остров Сахалин Изразец большой страны Бурями скошенные Я все думал, что город, что область не та Все спешил на восток, на восток А и здесь на краю тоже нет ни черта Вот и белка тебе, и свисток Кости перемытые Белые стволы Да, гнивают на песке Сирые Накрывайте скатертью Беларусь столы Да, давайте поменем Гордый лес Милые ветер Ух ты, всю ночь Бурелом полоскал Да, раскладывал На берегу Уж Мне б поверить Опять Мне б сказать, что смогу Да, солгу Не могу Не могу Не могу Упей Да, полагурь Мужик Подливай В стакан Я все переслушаю Так и быть Только вот проверу Да, помолчи пока Ох, как бы не сорваться мне Как бы мне Не забыть Обожраться икрой Опозвать жизнь игрой Гвоздик в душу забить Да загнуть Все забыть не могу Все простить не могу Не могу Не могу Не могу Не могу Братья мои младшие Вам бы все плясать Братья мои старшие Вам бы пить Как же всех убитых-то Станем воскрешать Возвращать назад домой Всех, кого вышибли Через мутные стекла Убогих витрин Я еще раз гляжу Хоть и пьян Непонятно Года-то Летят журавли Океан Впереди Океан Пой Уж лучше Пой Пришла пора Забыть Пой Уж лучше Пой Уж лучше Пой Чем Пы Ветер Убух И всю ночь Бурелом Полоскал Да Раскладывал На берегу Мне поверить Опять Мне сказать Что смогу Да Солгу Не могу Не могу Не могу Аплодисменты Вот она настоящая проявленность Хоча сказать Да Сегодня Разношляем О смысле жизни И так далее По сути Если почувствовать жизнь Нутру себя То Мы просто проявляемся В этом мире Тем или иным образом Никаких смыслов Других нет На самом деле Классно Когда есть такие люди Образец проявленности Спасибо Хорошие кожества Ну не знаю Да Я просто люблю то Что со мной Сильно резонирует Ну это и есть проявленность Да Почему-то Иногда больно И это честно Иногда это очень светло Вот было больно Сейчас все будет светлее Светлее Перерыв делаем Или поехали дальше Поехали То рыдает То хохочет Кто на кухню К нам тайком Просочится ветер хочет Притворяясь сквозняком Снег упал На всю округу За окном Темным темно Мы не глядя Друг на друга Пьем шепучее вино А вина-то год наплакал А цена-то дорога Наши вечные заплаты Наши дикие бега Наши дети Наша ругань Это было так давно Мы не глядя Друг на друга Пьем шепучее вино Друг на друга О взаимных наших болях Рассуждаем мы шутя А во мраке что-то воет Что-то плачет, как дитя То ли две время То ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной моя подруга И шепучее вино То ли время То ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной моя подруга И шепучее вино Моя подруга жизни, наверное, да? Через одиночество, кстати, очень многое внутри проявляется Сейчас кто вспомнит песню Кто вспомнит группу В чем исполнение была эта песня Можете просить у Альберта скидку на картину В небе колышется дождь Молодой В небе колышется дождь Бессонным Знать бы, что меня ждет За далекой чертой Там, за горизонтом Там, там, за горизонтом, там, 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 там. Шел я к высокому небу, не зря спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, таран, там, 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 там. Верю, что все неудачи стерпят, жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя там, за поворотом, там, за поворотом. Дам, 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 д Но вдруг случится беда Грузную землю не меряй шагами Знай, что сердце моё Ты отыщешь всегда Там, за облаками Там, за облаками Там, за облаками Там, там, там Там, там, там Там, там, там Мне сегодня песня приходила Милая мать Я не знаю, чтобы я вспомнил вашу бутылку Я, к счастью, к сожалению, не пою или пока не пою. Просто когда все забитые песни, без репетиции. Я не знаю, просто я поделался, что ко мне сегодня, когда песня не ходила. У Юрия Гальцева, который комик, помните там, про матросов все время он делал? Он оказался прекрасным лириком, композитором и поэтом. И три песни, которые я услышал в его прошлогоднем концерте, меня просто поразили. Я сейчас спою. Высотки? А, ну да, он там похож. Можно домик построить, можно домик сломать. Можно все перестроить разом, или подарить, или все продать. Можно быть самым быстрым, или последним бежать. Или на гору забраться первым, или под горой, чтобы всем рассказать. А, ну да. Но можно не испытывать себя. Если нет руки моей в твоей руке, там темно, там света нет. Говорит жизнь прекрасна. Если же нет. Можно быть самым дробким, оторвать всех отдел. Можно быть самым хитрым, ловким. И сказать толпе однажды, что ты преуспел, или с моста в воду прыгнуть, по карнизу пройти. Обогнуть всю планету разом, но себя на той планете так и не найти. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки моей в твоей руке, там темно, там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки моей в твоей руке, там темно, там света нет. Говорит жизнь прекрасна. Если жизнь вновь начать, то, наверное, прожил бы так же. Но себя ты не обманешь, можно лишь предать. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки моей в твоей руке, там темно, там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки моей в твоей руке, там темно, там света нет, там света нет. Там света нет, там света нет, там света нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, песня, которая нравится моей жене. Она написана на стихе Евгения Птушенко. И, как я иногда объясняю, это, видимо, роман взрослого поэта, которым является автор. И, наверное, не очень взрослая женщина. И вот у них такие отношения, которые в три из трофея вылили. Динамику этих отношений вы сейчас узнаете. Я спокоен, я иду своей дорогой. О-о-о, не пою, что завтра будет веселей. Я суровый, я суровый, я суровый. Улыбаешься в ответ, а я сирень. Застываю рядом с мраморной колонной. О-о-о, не пойму, почему не убежал. Я холодный, я холодный, я холодный. Улыбаешься в ответ, а я пожарный, а я пожарный. Я считаю, пререканье бесполезным. О-о-о, все в порядке. Пусть любовь повременит, я железный, я железный, я железный. Улыбаешься в ответ, а я магнит, а я магнит. Видимо, я не очень люблю балладу, поэтому мне нравится вот эта. Тоже его. Или она в ляпунстве, в общем, бесполезно. Пригласи меня на танец в свете матовой луны. Я тебе открою тайну, где беру начало сны. Прикоснусь к щеке ладонью, обниму тебя слегка. И тихонечко с любовью подниму на вода. Я не знаю, что ответит на признание твое. Ведь луна на небе светит, как присвоишь ты ее. Светит месяц, светят звезды. И у них хозяев нет, почему же ты смеешься? Разве это не ответит? Мне не важно, с кем ты будешь, мне важнее, что ты есть. Что живешь, страдаешь, любишь, что ты ходишь где-то здесь. Что ты рядом где-то дышишь, что душа твоя споет. Ничего, что ты не слышишь, откровение мое. Что ты рядом где-то отдышишь, что душа твоя споет. Ничего, что ты не слышишь, откровение мое. Откровение мое. Переходим к такому более русскому и славянскому варианту. И в нашей истории были такие предвоенные, военные и послевоенные тяжелые годы, связанные и со сталинским возрождением, и со сталинскими репрессиями. И в это время как раз родился Израслел Высоцкий. И у него есть баллада о детстве, которую вообще мало, наверное, кто поет. Но как-то она со мной в последние лет семь трезонировала, и я начал ее петь. И там, в общем-то, про всю нашу страну. Прямо каждая строчка вы будете узнавать что-то о том, о чем рассказывали вам отцы и деды. Будут картины из военных и фильмов проноситься перед глазами и из прочитанных рассказов. Час зачатия я помню не точно, Значит, память моя однобока. Но зачатия был ночью порочным И родился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе Девять месяцев – это не лет. Первый срок отбывал я в утробе Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, Что плюнули да дунули, Что вдруг мои родители Зачать меня задумали. В те времена укромные Теперь почти пылиные. Когда срока огромные Бреливы тапы длинные Их брали в ночь в зачатие, А многих даже ранние. Но вот живет же, братья, Моя чеснокомпания. В ходу думушки, милые в воду Слово строченьки, милые слова. Первый раз испытал я свободу По приказу от тридцать восьмого. Знать бы мне, кто-то долго мурыжил, Отыгрался бы на подлеце. Но родился, и жил я, и выжил Дом на первой Мещенской в конце. Там за стеной, за стеночкой, За перегородочкой Соседушка с соседочкой Баловались водочкой. Все жили вровень скромно, Так система коридорная. На тридцать восемь комнатах Всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, Не горела телогречка. Здесь я подлинно узнал, О чём она копеечка. Не боялась сирены, Соседка, И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трёхлетка На воздушную эту тревогу. Да не всё то, что сверху от Бога И народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, Мой песок и нырявые кувши. Девила солнца в три луча Сквозь дыры крыш просеяла На Евдоким Кирилыча и Кисю Моисееву. Она ему как сыновья До безвести пропавшая. Ведь, Кися, мы одна семья, Вы тоже пострадавшие, А значит обрусевшие, Мои безвинно павшие, Твои безвинно севшие. Я ушёл от пелёнок и сосок, Пожевал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, Хоть и был я нормально доношен. Маскировки пытался срывать я, Пленных гонят, чего ж мы дрожим. Возвращались отцы наши братья, По домам, по своим да чужим. У тёте Зин и кофточка С драконами да змеями, То у Попова Вовчика Отец пришёл с трофеями. Трофейная Япония, Трофейная Германия, Пришла странная Лимония, Сплошное чемодание. Я взял у отца на станции Вагоны, словно царский пьяк, А из эвакуации на обои Валили штатские. Пообвыклись, они отлимались, Похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, что дождались, Не дождавшиеся отревели. Встал в метро рыть отец Витькин с Генкой, Мы спросили, зачем он в ответ. Мол, коридоры кончаются стенкой, А в тоннели выводят на свет. Пророчества папашина Не слушал Витька с корешам. Из коридора нашего В тюремный коридор ушёл. Да он всегда был спорщиком, Припрёшь к стене откажется. Прошёл он коридорчиком И кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы А что-то нас касательно. На шеи засматривались мы Вполне самостоятельно. Все от нас, да почти до давала, Толковище вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах Ребятишкам хотелось потанки. Не досталось им даже по пуле. Время слухи шевели, не тужи, Не мерзнуть, не рискнуть, Но рискнули из напильников делать ножи. А они покинутся в лёгкие, От никотина чёрные, По рукаятки лёгкие. Трёхцветные наборные Вели дела обменные, Сопливые острожники. На стройке немцы пленные На хлеб меняли ножики. Сперва играли в бантики При стенах страха ворами, И вот ушли романтики И с подворотен ворами. Было дело, и были подвалы, Было время, и цены снижали, И текли куда надо каналы, И в конце куда надо водами. Дети бывших старшин до майора До ведовых широт поднялись, Да потому что из тех коридоров Им казалось под ручьей вниз. А там давайтеraz lose чёрта, пицца Здоровьяamy Столешников И check out У меня Буду имитировать на одной ночи чашу тибетскую, конечно, не тот эффект, но постараюсь. Русское народное место. 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 И от Калиного моста сейчас будет подарок. Я когда эту песню первый раз услышал, я понял, что ничего более русского я вообще не слышал. И я думаю, о чем же эта песня? До сих пор же с этим вопросом я никому не смогу протрактовать, о чем она там поется. Но хочется петь ее каждый раз, когда я ее пою, я прямо думаю, господи, как он так написал? Видно, ребята, какой-то из посвященных людей, что он умеет писать такие стихи, такую музыку. Ледяной водой разбуди меня, время уходить. Зреет урожай, батя дай совета, поясай в путь. Мать не провожай, на зиме хамах, кто тебе помог. Может, кто помог, на семи ветрах, кто тебя согрел? Кто тебя любил, недолюбил? Рядом ты была берегла крыла, была невдоменка. Я не разглядел, голоса расплела, по воду ушла. Стынет поцелуй у семи ключей, кто тебя учил. Кто чего сказал, у семи дорог, кто тебя женил? С кем тебя венчал, вместе мы с тобой, родная? Петел до зола, и с конца в конец не с края. Носимся малою. Ого-го-го-го-го. Вместе мы с тобой, родная, Вместе помирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры middle, Редактор субтитров А.Семкин Подвязали дорогами бедать холмы, Ветра обручили пить ключи Моя, Подвязали дорогами бедать холмы, Ветра обручили пить ключи Моя. Может чаю, кофе? Да, две песни осталось. Не, пожалуйста, две песни осталось. Ну вот напутствие тогда всем нам. Я всегда удивляюсь, как поэт, когда они талантливые умудряются запихнуть огромную книгу в один стих. Я вот называю эту песню «Библия в несколько строк». Настолько там вот напутствие всем нам. Говори только важно, используй поменьше слов. Даже гневаясь, помни о том, что душа хрупка. Малодушен, злопаметен, слаб, суров. Не пускай в себя тех, у кого тяжела рука. Даже им не присваивать ярлыков. Никому не доказывай правды и диорем. Всяк идущий имеет право на длинный путь. С неприкрытой душой не входи в толпу. Чужой дом горят, только фрам и жалея, ругая кого-нибудь. Знай, знай, что это твое тщеславие, пекел, тлен. Знай, что это твое тщеславие, пекел, тлен. Не ищи наказаний, не строй тюрьмы. Уклоняйся от тех, кто вину как плеть опускает тебе на плечи. Кто понял, хоть что-то не сеет вокруг войны. Не таскает за пазухами подлости, лесть и лжи. И бессмысленно не калечит остальные живут взаймы. И бессмысленно не калечит остальные живут взаймы. Выдыхай понемногу, не бойся, не ружь границ. Перекидывай веру мостком сквозь любую пропасть. Я веками хожу среди павших ниц. Поднимая тех, кто нащупал в себе жестокость. И устало касаюсь их спящих лиц. Поднимая тех, кто нащупал в себе жестокость. И устало касаюсь их спящих лиц. Поднимая тех, кто нащупал в себе жестокость. И устало касаюсь их спящих лиц. АПЛОДИТСМЕНТЫ Аплодисменты Насколько актуально, да? Сейчас бы ей, может быть, что-то инкриминировали, а так как они написаны были в прошлом, то... Вот так вот они пишут иногда, предвидя что-то. Итак, песня «Заговор», стихи от Юрия Гребенева, который был городским поэтом, отцом трех детей, потом у него там четвертый родился, может быть, уже еще есть дети. И вот он как написал эти стихи, такой ехал в деревню и сделал так, как были песни. То есть мужик сказал, что это сделал. Дай Бог всем нам так. Я хочу построить дом, окруженный садом, Чтоб уютно было в нем, чтобы лес был рядом, Чтобы с виду походил на цветок или птицу, Чтоб рассвет встречать дадил. Алую зорницу я хочу построить дом, Чтоб его оконцам открывались, как глаза, первым лучам солнца, Чтоб дышал он красотой, Чтоб дышал он красотой от черемух белых, Чтоб по крыше дождь грибной. Барабанил смело я хочу построить дом, Чтоб из окошка, С белых яблонь аромат собирать в ладошки, Чтоб в доме круглый стол, Собирал всех вместе, Чтоб пузатый самоват был на нужном месте, Я хочу построить дом рядом, Пруд тенистый, Чтоб купаться в нем ходил месяц серебристый, Чтоб тропки от пруда по грибы ходили, Чтоб, как в сказке всей семьей, Дружно жили-были, Чтоб, как в сказке всей семьей, Дружно жили-были, Я хочу построить дом, А на крыше горку, Чтоб кататься с ветерком, Кто быстрее в долонку, Чтоб летом в пруд лететь, А зимой в сугробы, Чтоб от радости запенз, Захотелось, чтобы я хочу построить дом, Чтоб звезды рядом, Чтоб огромный мир обнять Сердцем мыслью взглядом, Чтоб созвездия открывать И дарить любимым, Чтобы знали, как они, Мне необходим, Чтоб созвездия создавать И дарить любимым, Чтоб знать, как они, Мне необходим, Я хочу построить дом с друзьями, Весь жарким песенным костром, Создавать поместье, Отпускать мечту свою в голубые дали, Чтобы искорки души. Золото сверкали, Я хочу построить дом, Там, где счастлив буду, Где любовью окружен, Каждый будет всюду, Рядом с домом посажу, Древо родовое, Чтоб питалось от земли. Силою живу, Я хочу построить дом, И его построю, Все мечты свои о нем Воплощу раскрою, Доброту, тепло, любовь По земле рассею И воспрянет ото сна Юная Россия, Доброту, тепло, любовь По земле рассею И воспрянет ото сна Юная Россия, Доброта, тепло, любовь По земле рассею И воспрянет ото сна Юная Россия, Доброта, тепло, любовь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТО Жизнь ярче по счастьям наполнится В ней смысл еще больше поздно Подаришь всем радость, как сегодня От друзей и от солнышка Получишь лишь больших похвал Живи и сияй, словно радуга Даря всем лишь свет и тепло Тогда и в душе, и на сердце Будет светло и легко. Благодарим тебя! Продолжение следует...